привет всем меня зовут владимир сегодня как обычно хотел рассказать о чем-то интересном на мой взгляд также продолжая тему электро велосипедов вот сегодня хочу как бы сделать такой немножко развернутый обзор и опыт эксплуатации ну опыт эксплуатации порядка сейчас трех месяцев вот ну и все как есть рассказать плюсы минусы и так далее ну поехали итак по велосипеду значит что произошло за эти три месяца поменял вилку вилка вот здесь вот обломилась когда ехал на горку динамично так скажем так попал в ямку и просто вот здесь вот в этом месте она обломилась сломался не наверное ну не упал ну благо форме нормально значит так далее пошло что вылетали спит здесь вот реже вылетали спицы вот на переднем колесе на заднем очень часто вот такая картина здесь уже спицы поменены притом они здесь стоят сейчас мотоциклетные притом их начинает дальше рвать периодически бывает вырывает вот в этом месте вот так вот вырывает натяжением что ли ну то есть суть в чем вы думали думали с ребятами ну те кто собирают мне велосипедах пришли к тому что за спицу в два креста нужно спицевать все-таки в один крест вес мотора видимо играет роли где-то на кочках ну просто вырывает их очень неприятно когда едешь и дзынь-дзынь звук такой все смотришь 1 спица 2 неприятно вот ну вот и даже мотоциклетные тоже вырывала так что делать делать в один крест спицу в куринии чтобы сказать резина была обычная очень неприятно дни раз проколол вдалеке скажем так пешком потом неприятно сейчас поставил вот такую резину она не прокалывается пусть эта тема все-таки спицы там ладно вылетела доехала вы когда резина прокалывается это все очень неудобно если мотор это снимать клеить это пиндец а если а я еще попал в ситуацию когда колесо про кого был дождь и было темно ночь нереально просто клейте пешком я оперся вот то есть это из нижней части далее тормоза тормоза в принципе более-менее нормально но в идеале конечно поставить тормоза помощнее побольше вот то есть как бы работать справа на все хорошо далее что еще хочу сказать далее 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 по сидушки вот данная сидушка зарекомендовал себе достаточно неплохо учитывая то что здесь нет амортизации на задней вилке вот ну на самом деле жестко сразу скажу ребята кто хочет кататься по нашим российским дорогам но в частности я в омске в городе омске ужасные дороги очень дискомфортно неприятно просто вот и даже сидушка вот такого плана она не спасает на кочках приходится при вставать вот на педали ну как-то так ехать уже поэтому рекомендую все-таки делать двухподвес дорога тем более среди то сельская двухподвес рулит так ну неприятно некомфортно ну и опять же нагрузка но на спицы видимо еще из-за того что нет амортизации и спица рвет крылья крылья вот сейчас велосипед видит я вчера катался в дождь скажем так попал в дождь без крыльев это было бы жесть здесь задувало мне но не сильно то есть как бы если бы не было ветра такого порывистого то как еще ничего так забывало то есть вот эти вот наколенники они вот так были такими вот каплями ну все не выше до колен там выше все нормально уже вот здесь сзади на спину не кидала тут видного следы да ну на спину туда же не кидал это брызги вот здесь есть немножко ну как то так так дальше провод эту штучку значит ночное время интересно в принципе здесь поворотники здесь стопарь стоит вот он здесь видите датчик вот этот нажимаешь когда на тормах вот так все это дело работа все носите стопарь соответственно вот чем столкнулся короче китайская херня один поворотник левый то горит не горит ну непонятно вроде уже перепаивали что-то смотрели ну вот опять не горит не знаю лучше по качестве не покупать переплатить сделать нормальный поворотник ну смысле стопарь это связь так по папу по фаре давайте фару фара 1800 люменов дневное время но это непонятно примерно сейчас не включил что ли включил не понял ладно сейчас посмотрим что там за фигня почему до конца дублер вот так светит это максимальная яркость 1800 люменов это средняя ну два раза меньше и такой стробоскоп плюсы в принципе ярко днем ярко люди даже ну типа машу типа выключить эту фигню вот ночью если единственной небольшой скорости километров 30 еще как-то ничего а если быстрее то пятно надо ну как выставлять уровень фонаря дальше чтобы он светил ну и слабовато на мой взгляд надо мощнее фару ну и и пятно очень узкая скажем так надо шире вот такая вот фигня вот поэтому на следующий велик сейчас собираюсь еще или будет уже более мощная фара в три раза мощнее и там будет три вот таких элемента посмотрим же по фактум так с тормозами сказал а ну вот ручки тормоза были обычными поставили другие вот веломастер такие коротенькие они цепляются хорошо такие зацепы очень удобны вот так вот зацепляешь вот значит вот эти штуки вот эта вся система она в принципе громоздкая неудобно это типа мотоциклетно-мопедная соответственно зеркала тоже мотоциклетные стоят тоже неудобно то сидите они выходят насколько за уровня руля надо еще дальше но будет вот так выходить мне кажется сейчас на следующий велик буду ставить вот сюда вот в эту часть чтобы небольшие зеркала такие это был информативнее будет все вот ну так здесь все сказал ручка газа ручка газа ручка газа вот такая обычного типа мотоциклет на что могу сказать но на дальней поездке очень удобно лучше чем вот такая клавиша но когда допустим особенно первое время ездил ну когда еще не привык этому всему давно раньше не было ни мотоцикла поэтому бывает что на кочке со скользнешь и как газонешь и очень неприятно можно улететь поэтому лучше есть принял решение что на следующем велике будет половинку такая вот но оптимально поэтому вот так имейте ввиду тормоза такие же а вот переключалку мне скоростей поменяли ну педалями в пользу ческа на одну скорость поставил ну так и едешь ну можно вот простого простого вида чтобы она была не громоздкой без таких наворотов опять на руле вот куча была вот так но все если надо там маленькая удобно и сигнализация принципе удобная штука такой брелок вот вот такой брелок идет к ней постановка на охрану и снятие соответственно все вот сняли